Всем привет! Меня зовут Алексей Лукин и в этом видео я хотел бы с вами поговорить об интерфейсе такой программы как Microsoft Excel. Microsoft Excel входит в пакет Microsoft Office и является очень интересной и загадочной программой. Почему так? Интересна она тем, что имеет огромное количество средств по автоматизации работы, по оформлению документов и обладает огромной вычислительной мощью. Загадочность же ее состоит в том, что большинство пользователей применяют в своей работе лишь малую часть того, что может дать им Excel. Это тем более удивительно, что спектр возможностей Excel просто огромен. От создания хорошо оформленных бланков до создания сложных вычислений и моделирования каких-либо процессов с визуализацией в виде диаграмм и графиков. Ввиду такой сложности Excel пугает и новичков, и тех, кто с ней работает уже определенное количество времени и далеко не зашел. Поэтому мы попытаемся это исправить и будем шаг за шагом решать эти проблемы и рассеивать туман вокруг Microsoft Excel. Но работа с любой программой начинается с знакомства с ее интерфейсом. Поэтому мы сейчас запускаем экземпляр программы Microsoft Excel и посмотрим, какие у нас есть элементы управления и на какие области делится интерфейс и для чего это нужно. В данном случае мы будем рассматривать Microsoft Excel в версии 2010, но все последующие версии имеют похожий интерфейс и лишь немножко отличаются визуально. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это вкладка File. Она у нас находится в левом верхнем углу. Если кто же работал раньше с Excel, то она заменяет круглую кнопочку версии Microsoft Office 2007 или пункт меню File, который был в более старых версиях, 2003 и ранее. Нажав на него, мы видим команды как сохранить, открыть документ, закрыть, создать новый, печать и также параметры, нажав на которые мы можем настраивать документы. То есть, это здесь стандартные, важные команды документов. Вторая область, на которую мы обратим внимание, это верхняя. Называется панель быстрого доступа. Когда мы работаем с документами, то определенные команды мы выполняем очень часто. И для того, чтобы каждый раз не рыться во всем интерфейсе, чтобы их применить, можно их выносить сюда и чтобы быстро использовать. Стандартно у нас имеется три кнопочки. Это сохранить документ, откатить назад какое-то изменение и вернуть, то есть откатить изменение, если мы что-то делали. Эта панель также настраивается. Как это делать, мы обсудим в будущем. Третья область, на которую мы обратим внимание, это вот эта, где у нас сейчас горит А1. Это поле задания имени объекта. По умолчанию здесь отображаются имена ячеек. То есть, как они адресуются. А1, В2, В1, С1 и другое. Но мы их можем переименовывать. И когда мы будем добавлять сюда определенные объекты, мы тоже можем им задавать имена. Это нужно будет нам потом, когда мы будем создавать различные формулы или нам нужно будет ссылаться на какие-то объекты. Как это все делать, мы увидим тоже в будущем. Четвертая область, это вот эта. Называется она строка формул. В эту строку мы будем вводить формулы для вычисления различных значений. И эта же строка позволяет редактировать текст, который уже был введен в эту ячейку. И здесь же, когда имеются какие-либо формулы, выбрав любую ячейку, мы будем видеть эту формулу. Шестая область, на которую мы обратим внимание, это вот эти три кнопки. Свернуть, развернуть и закрыть окно. Они, конечно, имеются во всех программах Microsoft Windows, но мы обратим на них внимание, потому что у нас еще есть, чуть ниже, такие три кнопки. Так вот, в чем разница? Эти три кнопки, они управляют основным окном программы. То есть, нажимая на них, мы полностью управляем окном программы Excel. Эти же три кнопки выполняют похожие функции, но с дочерними окнами программы. То есть, ситуация такова, что программа Excel, окно программы, может внутри иметь несколько документов, так называемых окон. И мы можем сворачивать их. То есть, например, нажав «Свернуть», как мы видим, мой документ стал меньше. И теперь мы видим, что у меня здесь есть книга 1 и книга 2, с которыми я могу параллельно работать внутри одного окна. Соответственно, книга 2 я могу закрыть, так как оно мне не надо, а книга 1 снова развернуть. Вот в чем разница, почему здесь еще три кнопки. Верхние три работают с основным окном программы Excel, а нижние три с дочерними. Чаще всего, конечно, бывает, что внутри одного один документ, но теперь, по крайней мере, вы можете знать, зачем нужны вот эти вот три кнопки. Они работают с дочерними окнами внутри главного окна программы Microsoft Excel. Следующее, на что мы обратим внимание, это на вот эту вот область, где у нас написаны буквы. От A, B, C, D и дальше-дальше весь латинский алфавит. Это заголовки столбцов таблицы. Так как у нас Excel, по сути, это одна большая электронная таблица, она состоит из множества ячеек, и нам к ним нужно каким-либо образом обращаться. Вот она и именуется. Столбцы именуются буквами, а строки, как мы уже забегаем чуть-чуть, переглянем, именуются цифрами. Поэтому обратиться к любой ячейке мы можем, используя их как бы координаты, как в морском бое. А1, B1, B2, C2, D2. Так мы можем соваться на любую ячейку. Это нам особенно пригодится, когда мы будем работать с формулой. Это будет очень важно. Девятая область, на которую мы обратим внимание, это вот эта вот, находится в левом нижнем углу. Это навигатор по листам книги. Идея в том, что любой документ Microsoft Excel называется книгой. А внутри него есть листы. Ну то есть, как в любой книге есть листы. И вот мы видим здесь, рядышком с навигатором, вот эти вот ярлычки. Лист 1, лист 2, лист 3. Это отдельные таблицы. То есть, каждый лист это отдельная таблица, которую мы можем заполнять нужными нам данными. Здесь по умолчанию листа только 3. Но мы их сможем создавать больше, больше, больше. И они будут заполнять вот эту вот полосу. Когда же место закончится, то при помощи этих кнопочек мы сможем между ними перемещаться. То есть, это навигатор по листам, а это ярлыки самих листов. Между которыми мы можем переключаться. Также их можно и переименовывать для того, чтобы не запутаться, а по одному названию понимать, что там находится. Как это делать, тоже поговорим позже. Вот эта область, она сейчас ничем не заполнена. Но это строка состояния. В этой строке будет показываться состояние тех или иных параметров Excel. Также некоторое свойство редактированного документа. Сейчас, конечно, может не совсем понятно, что это будет. Но в будущем, работая с ним, мы увидим, что на ней будет обращаться. Следующая область, на которую можно обратить внимание, это вот такие кнопочки. Это переключатели режима просмотра книги. Они позволяют переключать режим, как посмотреть документ. Сейчас у нас включен обычный режим. Может не совсем понятно сейчас, зачем это надо. В будущем это будет очень полезно для того, чтобы правильно форматировать документ. И мы увидим, как ими правильно пользоваться. И, наконец, самая большая область, это вот эта вот лента инструментов. На которой у нас тоже различные вкладки с еще большим количеством инструментов. Это очень хорошая и полезная вещь. Она появилась уже в версии 2007. Ее компания Microsoft несла. Некоторым, конечно, она может казаться после старых версий Microsoft Office, что она неудобна. Лучше старые пункты меню, чем сейчас. Но на самом деле лента очень хорошая и полезная. И все инструменты по работе с данными, которые нам будут нужны, мы сможем найти здесь. И постепенно мы разберемся, зачем все нужно, где что искать и как всем этим пользоваться. Если после просмотра этого видео вам кажется, что Excel очень сложен и для вас ничего не понятно, не переживайте. Постепенно со всем этим можно разобраться и научиться пользоваться и не бояться Excel. Итак, в будущих видео, шаг за шагом, мы будем пытаться развеять туман вокруг программы Microsoft Excel и по максимуму использовать заложенные в нем функции. Больше информации вы всегда можете найти на моем сайте alexeyworld.com Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok